Давай, что за вопросы у тебя? Ну, в общем, недавно была девушка, хоть уже и расстались, она была из очень обеспеченной семьи. И это постоянно сбивало толку, заставляло нервничать, потому что у неё, ну там, айфон за 60 тысяч, я не могу себе такого позволить. Пока. У неё там родители очень богаты, всё время какие-то, ну, большое количество денег водятся. И вот всё время вот эта гнетущая атмосфера была, что я как-то чем-то её ниже. Просто вот даже как вот такое исправить, как с такой девушкой вообще можно общаться, как вот завивать на вот эти финансовые отношения? Смотри, значит, во-первых, ну, тут такой прикол, что тебе самому, ну, неизбежно надо становиться лучше, да? Или ты никогда не сможешь, ну, то есть мы ту девушку не обсуждаем, она уже всё, да? Это ты на будущее спрашиваешь, да? Угу. То есть, смотри, чувак, чтобы... Чтобы как бы вот в такую ситуацию не попадать, понимаешь, то есть... Сейчас, ладно, я просто Тиме параллельно звоню. Тебе надо самому, естественно, развиваться, думать, как тебе зарабатывать бабки, да, и так далее. Потому что... Ну, да. Мужик, я вот сейчас с Даниилом разговариваю, да, то есть ещё должен быть Денис, да? Скажи, через полчаса будет Денис там, ему позвони через 25 минут, это, давай. То есть, ну, это неизбежный процесс, потому что ты так и будешь об этом там утыкаться и сталкиваться, понимаешь? И это просто у тебя единичный пример. Их может быть гораздо больше, особенно, чем ты становишься старше. Потому что, когда у тебя там тридцатник, так или иначе, женщина ещё больше воспринимает тебя уже не просто как потрахаться, да, там, особенно если девки самой же там 28, а как потенциального спутника жизни, да, там. И не то, что ей нужны и твои бабки, да, ей нужен чувак, который, в принципе, если она сейчас там будет лежать с ребёнком в роддоме, да, сможет как-то, ну, её кормить. И это нормально, то есть это не потому, что они все шлюхи, там, корыстные, ну, это природа так создала, то есть, как бы, естественно, бывают гипертрофированные моменты какие-то. Вот, поэтому, то есть, ну, это неизбежная хрень. Какая-то девка тебе скажет, там, погнали в ресторан, там, я очень люблю тот ресторан, там, выступает, не знаю, там, Филипп Киркоров, там, в субботу. Блин, может, сходим. И понимаешь, в принципе, можешь сказать, да, давай сходим, только ты плати за себя, а я, там, за себя, или, там, ты плати, ну, это будет стрёмно всё равно. А разве это не будет так, что, это как, ну, провокация, считай, она, грубо говоря, тебя испытывает, вот, ты как кормились будешь. Многие сейчас же девушки, они как... Смотри, чувак, то есть, надо уметь чётко это различать, то есть, как я делаю это в последнее время, допустим. Я могу себе позволить девушку сводить, то есть, смотри, вот, девушке нужен мужчина, который, вот, заберёт её, вот, в сказку, вот, потому что он пиздатый, он живёт интересной, насыщенной, классной, небедной, крутой жизнью, потому что, ну, жизнь, она быстро проходит, и это нормальная потребность девок, там, съездить на море ещё куда-то, да, то есть... Ну, если, вот, короче, мы тут сидели с подруженцей и с, как бы, там, моими друзьями. Ну, как подруженцей, то есть, девушка, с которой у меня, там, секс, вот, и ей пишет некий человек, назовём его Иван, высылает такой список, там, рестораны, магазины, там, театры, клубы. Мы такие, типа, решили всем колхозам ему ответить, короче, типа, знак вопроса, она пишет знак вопроса, то есть, чувак говорит, выбирай, мы такие, блядь, давай туфли, короче, там, туфли, он пишет, окей, мы пишем всем колхозам смс-ку, типа, а ты что, хочешь мне их купить? Такой, да, там, когда пойдём? То есть, понимаешь, чувак, ну, это, это пиздец, короче, ему надо выслать, было, револьвер по ММС-ке, пусть застрелится. То есть, человек себя позиционирует изначально так, что он не способен заинтересовать девушку, как вот мужчина, да, он, ну, это не его вина, там, ну, это, как бы, несучья вина, да, там, как, почему его таким сделало общество или родители. Но он сразу пытается купить. К таким чувакам, естественно, будет отношение только такое и никакого ещё. Поэтому, сейчас я тебе скажу, что, как я делаю, допустим, я девку привожу, там, неважно, там, допустим, она, там, среднестатистическая, я веду её, там, в какую-нибудь, там, кафешку, где, там, не знаю, посидеть вдвоём стоит трёшку, там. Она понимает, что я могу себе это позволить, и это для меня нормально. То есть, не то, что она думает, ага, значит, он меня будет только там и кормить. Я тебя не слышу, мужик. Я ничего не слышу. А, вот, а, это просто... Вот, смотри, значит, какая-то там золотая, не знаю, Россия, да, там, я могу её пригласить в кафешку, где, там, пять тысяч, там, да, то есть, ну, как бы, так, не для того, чтобы удивить её, а показать, что, в принципе, тот уровень жизни, который живёшь ты, как бы, я могу себе позволить его легко, как бы, ну, я не... Это жизнь, как бы, как я понимаю, чисто символически, да? Что я, как бы, не ниже уровнем, чем ты, хоть не то, что показать, что я тебя буду потом туда каждый день водить. Я показываю, что ты, типа, из высшего общества, да легко, блядь, что ты думаешь, я в этом ресторане что-то не бухал? Ты ещё приводишь её в ресторан, говоришь, а, здорово, там, здорово, типа, там, администратор, а такая, ну, ни хера себе, чувак. Хотя, в принципе, если ты просто помашешь рукой администратору, скажешь, здорово, он, как администратор, будет вынужден сказать, да, здрасте, то есть, там, привет. А девка... Нет, сейчас, погоди, важная мысль, как я делаю потом. А потом, допустим, на втором или на третьем свидании я говорю ей, допустим, слушай, там, ты не хочешь меня накормить сегодня? Я что-то, короче, забегался, это, кошелёк дома забыл, прикинь, хожу голодный, короче. Или, там, я тут в лесу, не знаю, в командировке, там, можешь мне, там, сотни три на телефон положить? То есть, я ей показал, что я крутой, да, ну, как бы, нормального уровня чувак, но на следующий раз я, типа, проверяю, как бы, понимаешь? И если, ну, я считаю, это элементарно, конечно, чувак, ну, блядь, на тебе, там, как бы, ты нормальный чел. А, вот смотри... Сейчас, подожди, я закончу мысль, что, типа, если девка это воспринимает нормально, то есть, меня, вот, девушка, там, на втором свидании пригласила на обед, как бы, накормила, в ресторане, как бы, то есть, ну, это нормально. Потому что вчера, ну, потому что я клёвый, как бы, я вчера её накормил, а у нас сегодня, ну, какая разница, то есть, но, касаемо твоего, то есть, вот так ты проверишь, то есть, как она к тебе истинно относится, да? И для меня это пиздец, как важно, то есть, я сейчас к такой проверке, потому что я себе ищу, всё-таки, женщину для жизни, устраиваю очень часто. Вот. Но при этом у тебя всё равно должна быть возможность, чувак, показать сначала, что ты нормальный чел, как бы, то есть, понятно, что тебе 20, там, ты живёшь в каком-то, там, небольшом городе, да, и пока нет возможности. Ну, надо к этому стремиться, да, то есть, как бы, да, ну, вот, как бы, сейчас что-то то, что я хотел сказать, давай теперь ты. Ну, я с тобой полностью согласен, но вот сейчас, допустим, возможности, как бы, нет финансовой. И вот, просто, как пример, ехал в маршрутке недавно, сидит рядом симпатичная девчонка, видну, тоже посмотрел, там, здраво, что-то копается студентка, думаю, он, о, классно, достает айфон, и просто у меня всё выбивает, я уже не знаю. Бля, мужик, ты сам себя задрочил, на самом деле, я сейчас пойду, вот, блядь, вот, завтра, вон, короче, я сегодня хожу в майке, который, ну, там, года три, наверное, короче. Я ходил в сланцев, подожди, сейчас, блядь, сегодня я целенаправленно, короче, ходил по городу вот в этом, вот, то есть, в сланце, там, я покупал в Вьетнаме, там, что-то, блядь, рублей за 50. Смотри, значит, чувак, то есть, пока тебя это парит, оно, ну, как бы, то есть, оно будет тебе мешать. То есть, вот, ты мне сейчас говоришь ту хуйню, которую обычно, вот, там, ну, понимаешь, в провинции, я так понимаю, шестой айфон, это, короче, это, блядь, предел мечтаний, да, то есть, как бы, у тебя шестой айфон, ахуеть, блядь, чувак, спустись в Москве в метро, там бомжи с шестым айфоном, то есть, это не показатель ничего, то есть, ты сейчас мне говоришь, что, как бы, я вижу, что у него айфон, значит, это не показатель вообще ничего. Может, она его в кредит взяла, может, она сосала, блядь, у старика, блядь, у препода какого-нибудь в институте, там, не знаю, неделю, блядь, за этот телефон, чувак, то есть, почему тебя должно это парить? Я к тому, что я возьму завтра кнопочный телефон, вот, блядь, обычный, и пойду с ним знакомиться на улице с тёлками, абсолютно ничего не изменится, мужик, то есть, ты, ну, как бы, не в ту сторону думаешь. То есть, тебе надо, естественно, развиваться, но надо при этом еще смириться с тем, что вот так вот не будет, если ты, конечно, блядь, не супер какой-нибудь покерист, который пошел и завтра выиграл миллион долларов, блядь, в покер. То есть, во-первых, тебе надо расслабить булки, чувак, то есть, пока ты себя не примешь таким, какой ты есть, как бы, ничего не получится. Во-вторых, я не говорю, что надо снижать планку тёлок, это, наоборот, классно, что ты, как бы, ты хочешь вот таких, да, потому что они, как минимум, хер с ними, с их бабками, там, с их родителями, то есть, а самое главное, что они более ухоженные, там, как правило, да, там, красиво... Ну, как интересные, я не скажу, то есть, тут, ну, очень много тупых... Ну, там, когда К, конечно, но все равно. Интересные, потому что они живут жизнью более насыщенной, чем ты, и только и всего. То, что с этой девкой иногда не о чем поговорить, кроме как о том, что она вчера купила себе, там, лабутенную, или, там, что-то, не знаю, там, какое-нибудь, там, что-то. То есть, значит, ты должен развиваться, первое. Второе, ты должен принять то, что ты сейчас такой, и, блядь, вот пока такой, ты должен себя полюбить. Третье, ну, вот, блядь, с этим айфоном, чувак, не знаю, ты паришься, короче. Ну, это вообще, как пример, то есть, айфон, ну, это как утрировано, например. А вот, когда такие девушки частенько, вообще, многие девушки, они пытаются провоцировать, как бы, тебя, ну, и пытаются подкаблук под себя все время затащить. Это как? Это просто уже, как с опытом приходишь. Ну, это больше проверки тебя, да, то есть, ты их не выдерживаешь, как бы, и все. Почему с той девкой расстались, можешь рассказать в двух словах? Ну, я не знаю по факту, наверное, все-таки провокации какие-то появились, потому что она была как инициатором все-таки. Давай, ну, например. Ну, начали сначала потихоньку, она вообще, у нее такой косяк был, ну, семья богата, реально, там, отец знаменитый довольно-таки. И она капризная немного. Потому что ты ее не влюбил, не вовремя трахнул, скорее всего, да, там, бегал за ней хрен знает сколько, как-то тебе перепал. Не, не бегал, я на третий день не замутил. Ну, значит, все равно где-то прогнулся. То есть, такие девки, они, понимаешь, то есть, ты ее, в принципе, и бабками не удивишь. Если сейчас ты даже будешь там тоже сыном какого-то мажора, она скажет, да мне похуй. Потому что, в принципе, у нее есть все. И вот как раз таких девок, как бы, ну, в твоем возрасте, в моем возрасте немножко по-другому. Понимаешь, если я буду, как говорится, блядь, ищеб, который умеет жонглировать пультом от телевизора, то все равно, ну, надолго это отношение не продержится. То есть, если в твоем возрасте, как бы, вот, ну, то есть, в твоем возрасте быть, как бы, небогатым, это скорее, как бы, более нормально, чем в моем, допустим, да, там, ну, хотя в России похуй всем. Кто-то пьет, там, в тридцатник, не знаю. И поэтому в твоем случае надо было удивлять тем, что, как бы, мне пофиг, там, на твои деньги, да, то есть, там, у меня есть свой мир, пусть он сейчас финансовый не такой, как твой, но у меня есть тоже интересная жизнь, там, я хожу, блядь, не знаю, в лес за грибами, я хожу на тренировки, у меня есть друзья, там, не знаю, я вырезаю из дерева, там, не знаю, блядь. Нет, вообще, сам факт, то, что немного напрягало, то, что вот она такая богата, она может себе позволить, а я не могу, это как бы даю. Чувак, по-хорошему, это должно быть сильной мотивацией, то есть, вот, ну, если ты адекватный чел, то ты скажешь, что не то, что пойду, не знаю, перееду в деревню, большая морковка, и буду трахать, там, не знаю, бомжих. То есть, по-хорошему, ты должен сказать себе, блядь, я хочу, чтобы меня это не напрягало, как мне это сделать, мне надо самому стать богатым. Причем, в отличие от нее, то есть, да, это потребует какого-то времени, ну, как бы, будет еще куча обломов, там, и чего-то еще, но когда ты придешь к какому-то уровню, ты будешь себя чувствовать намного более уверенным, чем, допустим, какой-то ее, там, этот парень-подкаблучник из тоже богатой семьи, потому что ты будешь понимать, что ты это заработал сам. Тебе это, значит, такой сигнал, мол, чувак, пока еще тебе 20, это очень круто, начни менять свою жизнь сейчас. То есть, соответственно, чтобы заработать себе, там, не знаю, на Porsche Cayenne, ты понимаешь, что, как бы, работая сейчас, вот, там, менеджером, там, не знаю, блядь, в Евросети за 20 тысяч рублей, это не случится никогда. И ты продолжаешь работать менеджером в Евросети, но при этом начинаешь, как бы, делать попытки какие-то, не знаю, параллельно, что-то где-то как, да, ну, не важно, продавать свои способности, может, ты там поешь хорошо, хрен знает. А тогда следующий вопрос, вот, допустим, ну, на примере той же самой девушки, вот она, допустим, там, капризно со своими косяками, да, расстались. Но, знаете, есть такие, таких много девушек, а вообще, как, допустим, их принц брать, вот, допустим, немножко подкорректировать характер? Просто знаешь, что такие девушки, они довольно... Чувак, ты сначала девушку влюбляешь однозначно тем, что секс тогда, когда ты хочешь, и как можно быстрее. И, соответственно, ну, как бы, ведешь себя с позиции сверху. То есть, причем это все должно быть настолько качественно в плане секса и в плане эмоций, и в плане показывания ей непривязанности к ней. Она там завыебывалась, ты говоришь, все, давай, короче, там, успокоишься, позвонишь. Потому что в основном тут есть искушение. А, такая девушка из богатой семьи, вдруг меня папа устроит, там, я буду ходить выебываться перед пацанами, что вы вот тут, не знаю, Марфу, короче, трахаете, там, там, из соседней деревни, а я вот ее... И, чувак, надо уметь от этого абстрагироваться. То есть, как бы, то есть, тебе должно быть пофиг, ты должен сам себя считать крутым или сделать себя таким. Поэтому ты говоришь, да пофиг. Короче, будешь истерить, ну, давай, успокоишься, позвонишь. То есть, ну, ты девушку влюбляешь, ты девушке показываешь свою непривязанность к ней, что независимо от того, будет она в твоей жизни или нет, тебе хуже или лучше не станет. И, то есть, тогда ты, короче, получишь от нее такое, типа, блядь, как так, тут все бегают, а чувак тут это. Ему похер, короче. То есть, и она начинает влюбляться. Потому что, когда ты влюбил девушку, она уже не будет, там, капризничать или что-то. Она будет приходить к своим друзьям, дрочерам, говорить, чувак, там, иди неси мне, блядь, там, секс на пляже. Он ей приносит, а он, там, недостаточно холодный. Говорит, ты что мне принес, блядь, иди нахер, чувак, и возьми еще один, только холодный. Но когда будешь появляться ты, она будет вот так вот, там, давай, там, чувак, там, что там, хочешь, я схожу тебе коктейль возьму. То есть, вот это высший пилотаж, чувак. И для этого, вот, в твоем возрасте точно не всегда нужны деньги. Даже я бы сказал, что в твоем возрасте, в принципе, там, роль денег для того, чтобы вот так влюблять в себя девок, она минимальна, чувак. Ты мог бы быть богатым сыном какого-то там мэра вашего города, но быть вот таким вот, там, и она бы, в принципе, тебя в говно не ставила. Деньги здесь ни при чем. Вопрос в твоем ощущении, еще раз. Давай дальше. Вов, вот ты сейчас сказал, опять же, как-то, все время, ну, быстрее в койку ее. Просто утрированный пример. То есть, я познакомился с ней три дня, и через два дня уже должен в койку как ее тащить, или как? Ты вообще, в принципе, ничего не должен, как бы, да, то есть, но я знаю, что... Нет, сам себе не должен, то есть, но у меня тысяча примеров того, что вот я с девушкой, как бы, общаюсь. Мне с ней просто круто и классно. Я могу ее трахнуть, не знаю, через неделю, мне просто сейчас так хорошо. Но от того, что я ее не трахаю сейчас, она, короче, может слиться, и все. То есть, как бы, у меня вот просто пример на Кипре был, последний. Там была девка, короче. Так получилось, что она сидела с этими скиприотами, ну, косилась на меня. Я думаю, блядь, два местных аборигена, мы сейчас можем опиздюлиться с Саньком, короче. Ладно, пойду попробую. Как-то я ее вытащил там, типа. Они прихуели. В итоге, получается, я беру ее, Санек, короче, ее подругу, и за нами идут два киприота, просто это, вот так вот. Как будто мы все вчетвером с ними, короче. То есть, они на нас смотрят, типа, вот так, вы что, ребят, не охуели, короче. А мы на них смотрим вот так, думаем, блядь, короче, интересно, они такие же дерзкие, там, как турки, блядь, или нет. В итоге мы сливаем этих девок, я потом, ну, сейчас предыстория. Я подхожу к этому чуваку, потом в клубе, там, ну, как-то по-английски, посусовышно, говорю, типа, чувак, там, не гони, да, то есть, ну, хочешь, бери. Потому что я понимаю, что, в принципе, я на их территории, да, и мало ли, блядь. Все разрулили, говорю, давай, с чем пойдем с нами бухать. Говорит, не, не, все нормально. В итоге, короче, девка на меня, пиздец, как ведется, ну, в том числе, потому что я у чуваков ее слил. А мне с ней что-то стало так, то есть, мой друг стоит и с ней сосется просто, вот, блядь, уже, читаю, с ее подругой, да, через пять минут, там. И как бы, а я стою, мне настолько стало с ней классно, что мне, я, понимаешь, я ее выебу, как бы, ну, там, завтра, не знаю, вечером, утром, то есть. Ну, мне было с ней прикольно поговорить, потому что она такая прикольная, она со мной разговаривает, она говорит, блядь, ты такой молодец, там, то-то, то-то. И вот была такая потребность. И как бы, она потом даже в какой-то момент говорит, слушай, так классно, что ты меня не лапаешь сейчас. То есть, она тем самым, мол, намекает, чувак, ну, давай уже, блядь. А я ей говорю самое, как бы, важное, чтобы ты не думал, что я олень, что поэтому я тебя не могу потрогать. Раз, там, ее за жопу приобнял, там, за ухо, там, сюда, сюда, ну, показываю, что, мол, я ее все равно могу выебать, это не проблема, я не су, как бы, ее трогать. Ну, и в итоге она все равно слилась. Я проводил ее до дома утром, думаю, все, завтра, короче, залезу, мне было настолько классно просто поболтать. Все, там, муа, муа, все, завтра звоню, не берет трубку, блядь. То есть, это доказательство того, что иногда, да, если бы я ее трахнул, я бы с ней тусил, там, может быть, еще неделю, и она бы говорила, да, клево. То есть, вот, вот ей в тот момент нужен был, как бы, чувак, который ее бы мог взять. Я, типа, в ее понимании прощелкал, хотя я показывал, да, что я, типа, не олень. Поэтому, ну, я рекомендую, это не обязательно, но если есть возможность заняться сексом пораньше, то лучше ее использовать, чувак. Тут, как бы, делать не только в сексе. А вот, смотри, просто, как вопрос с девушкой, вот, как себя лучше все-таки вести, более нагло, дерзко, или как-то грань какую-то именно надо соблюдать, или более наглей такой? Бля, мужик, не знаю, будь собой, короче. Это, не, ну, в том ты делай, могу быть собой разным. Вот и будь разным, чувак. То есть, ну, я об этом 4 года, блядь, ну, там, сколько у меня существует канал на ютубе, об этом вещают. То есть, ты мне сейчас спрашиваешь, там. Ну, я просто, может, что-то не видел. Ну, посмотри все, я не знаю, вот, просто уже третий человек, который говорит, я что-то не видел. Я не знаю, у вас есть, ну, как бы, есть, нет ни одного канала, который дает столько бесплатного, там, полезного обучающего контента. Ну, согласен. Это без лишней скромности, поэтому, ну, не воспользоваться им, то есть, как бы, вот, там, люди платят. Вот у меня чувак, там, приедет, как бы, на индивидуалку, допустим, там, до 160 тысяч, то есть, да, естественно, что, как бы, и это не предел, как бы, то есть, естественно, что, ну, там будет больше полезной инфы, мягко говоря, и каких-то действий пинков, но при этом у тебя есть возможность бесплатно, там, получить, ну, информацию, хотя бы такого плана, чтобы ты его пойти как-то познакомиться и получить результат. У него есть возможность, он говорит, я хочу приехать, блядь, как бы, я этот результат получу там за 8 дней, как бы, ради бога. То есть, нет возможности использовать ту возможность, которая есть. Есть онлайн-тренинг, там, который стоил пятак, и следующий будет в ноябре, и будет стоить, там, примерно столько же, чуть-чуть по дороже. То есть, у меня в ноябре будет масштабный онлайн-тренинг, до этого, наверное, не будет. То есть, есть какие-то диски там, не знаю, то есть, блядь, ну, вот, чтобы ты долго не объяснять, будь собой, чувак. То есть, самое главное, вот... Ну, просто париться как-то. Что? Ну, просто говорю, не париться, не заморачиваться. Ну, да, просто. Когда ты вообще насчёт чего-то паришься, оно, как правило, тут же приходит в твоя жизнь. Не надо гипертрофированно там подходить и говорить, так, короче, я тут подумал, ты вроде ничего там, давай телефон, как пошёл нахуй. Не-не-не, ну это понятно. Ну и не надо вот так, то есть, ну ищи какую-то середину, ищи какую-то модель, которая работает у тебя. Опять же, любая девка, ну, к ней нужен свой подход, то есть, как бы, с опытом это будет. И опять же, почему ты паришься, потому что... То есть, вот, у тебя была она одна, и не было никого ещё, скорее всего. Не-не-не, почему? Либо были тёлки гораздо хуже качеством. Я бы не сказал, что гораздо хуже, у меня, в принципе, бывают нормальные девушки вполне. Ну, ты сейчас пиздишь сам себе, согласись, да? Да, то есть, всё равно она была лучше качеством, чем эти девки, то есть, ну, как бы... Ну, допустим, никогда, качество определённое было, ну, довольно-таки неплохо. Ну, смотри, то есть, суть в чём, что если ты параллельно, ну, как бы, поддерживаешь, как бы, вот эти пикаперские навыки, общаешься с девками, у тебя есть ещё несколько, там, на примете, у тебя автоматически будет отношение к ней такое, типа, ну, и что, что ты тут, типа, блин, там, мажорка, да? Я зато сейчас могу, там, не знаю, блядь, устроить, там, как у меня девка одна недавно угорала, как же она сказала, там, режим неделька, короче, то есть, включить. Сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра с третьей, то есть, ну, и чё. Как бы, сделай так, чтобы у тебя их было много, когда у тебя их будет много, только тогда придётся стоять, вот, некий гарем, поставь себе цели, вот, сейчас, допустим, там, помимо каких-то серьёзных целей, там, в финансовых или в спорте, я хочу четыре девушки одновременно. Правда, через месяц ты охуеешь, поймёшь, что это абсолютно забирает большинство свободного времени, ну, мешает тебе развиваться. Вот, неважно, будут они друг о друге знать или нет, то есть, когда знают друг о друге, это вообще высший пилотаж. То есть, в твоём случае, сделай хотя бы, чтобы они не знали, но ты каждый уделяешь время с каждой секс. Ты просто почувствуешь, как, знакомясь с другими девчонками, ты будешь подходить так, типа, ну, ладно, давай, привет, короче, раз уж ты попалась, здорово. То есть, будет совершенно другое ощущение лёгкости, потому что ты не обломаешься. Есть, кстати, нюанс для меня, частенько бывает такое, что вот мне сейчас 20, да, я могу там познакомиться с девушкой, но я думаю, что она моя ровесница, там, плюс-минус. Я знакомлюсь этим 25. И что? Я, вот, а как тоже не пасовать или тоже забивать, ну, потому что тут уже разница даже не только в деньгах идёт, но уже в жизненном опыте даже. Какой опыт, блядь? У меня были тёлки по 40 лет настолько тупые, клинически тупые, да, что ей 40, у неё нет ни мужа, ни детей, и она думает, что весь мир говно, все мужики сволочи и козлы, а я вот, блядь, звезда, у которой, правда, сиськи поотвисать начали, как бы, и жопа начала дреблеть. Чувак, то есть, опыт, ну, никак не связан с возрастом, во всяком случае, у женщин тем более, блядь. То есть, сейчас тебя что парит, что, типа... Сейчас меня парит то, что я могу подойти к девушке, там, познакомиться ей 25 лет, и пойдёт какие-то финансовые вопросы. Вот я и говорю, вопрос-то, ну, вот я сейчас ждал, что ты уточнишь, то есть, вопрос не в опыте и не в возрасте. Ну, что возраст? Как бы, 25, это не 65, то есть, как бы, в принципе, секс с 18-летней по технологии примерно такой же, как и с... Там, есть, конечно, там, угол наклона другой, там, нужно, там, измерить штангенциркулем, да, там, глубина проникновения должна меняться, то есть, там, с каждым годом на 33 миллиметра, короче, меньше, то есть, это надо учитывать. Там, ограничитель себе приматываешь в виде, там, изоленты, полосочек. Чувак, то есть, опять же, парит-то вот, ну, то есть, я так понял, у тебя, в принципе, больной вопрос финансовый. Заебись, что это у тебя есть вообще, мужик, потому что... Сейчас объясню, почему. Потому что, если у тебя этого вопроса не было, ты бы вырос, наверное, каким-то овощем, который бы покупал вот так вот, давай, выбирай туфли, и мы идём завтра покупать. Ты вырос бы таким чуваком, если бы этого вопроса не было. Поэтому во всём ты должен, как бы, искать что-то хорошее, в частности, здесь должен благодарить жизнь, что хотя бы так. И второй ещё более важный момент, что если тебя это вообще парит, это уже зашибись. Потому что я уверен, что в твоём городе сейчас сидят какие-то пацаны твоего возраста, он хуячит пивас, короче, на лавке, жигулёвский с полторашки, и думают это, ну, не о том, что их парит там, что они не могут там красивую девку сводить в ресторан или чё-то, да, думают о том, что... Не знаю, о чём они думают, я даже не знаю. Ты видел видео на ютубе, где бомж въебало другому? Ага, да, да, вот бы такое ещё раз увидеть. А? Меня как-то делаешь, это волнует вообще много других вопросов. Я тебе к тому, что вот ты сейчас опять говоришь про финансовый вопрос, чувак, то есть... Осознание того, что ты мужик, и у тебя есть член, и руки, и голова, и, в принципе, ты в 20 лет, будучи не финансово необеспеченным, сейчас не являешься белой вороной. То есть, как бы, если бы понимаешь, ты сейчас жил в каком-то закрытом английском посёлке для детей, там, лордов и князей, и был вот таким, я думаю, можно было бы задрочиться, да? Ну, как бы, реальность, как бы нам не продавались с экранов телевизоров, что, типа, нужно быть ниггером на крутой тачке со стволом, и только таким дают тёлки, потому что они там с сисястыми тёлками в клипах. Нифига не так, чувак. Для девушки важно видеть в тебе, ну, в твоём возрасте, в частности, видеть в тебе перспективу. Да, сейчас ты, блядь, не олигарх, там, но она видит, как ты постоянно там что-то суетишься, мутишь, там, развиваешься, там, какие-то тренинги, что-то там, не знаю, пробуешь какой-то там торговать, там, арбузами, блядь, не знаю, летом, неважно, но если она это видит, она думает, значит, чувак там, ну, через пару лет уже будет что-то-то зарабатывать, через пять он будет вообще есть на нормальном тазу, то есть вот это сейчас важнее показывать девке, и перестать париться из-за того, что у тебя нет сейчас. Потому что ты можешь ехать в Rolls-Royce Phantom и плакать из-за того, что тебя кто-то в жопу не ебёт, короче, тот, который тебя ебал, улетел в Амстердам к своему любовнику, короче. Ты можешь быть всегда недоволен, понимаешь, попробуй, ну, кайфануть от себя такого, какой ты есть, напиши на листе бумаги, как бы, ну, это самое распространённое там из первых заданий, которые я даю, как минимум, там, 10-20 качеств за то, что ты, ну, за что ты себя уважаешь и ценишь. Ты не пишешь, что я хороший, я красивый, у меня голубые глаза, там, я добрый, я умею дрочить. То есть ты пишешь какие-то факты, ты же всё равно что-то делаешь, как бы, в этой жизни. Может быть, ты, там, набиваешь мячиком, блядь, 25 раз, там, за секунду. Может быть, ты выиграл чемпионат, там, института по шашкам. Может быть, ты скопал бабушке бесплатно огород. Может быть, ты своими руками построил на даче, блядь, гараж там с папой. Может быть, не знаю, ты дал другу, блядь, 2000 рублей и забил на это хер. Может быть, ты знаешь, там, блядь, не знаю, 15 испанских слов. Неважно, то есть ты должен найти себе что-то, что... Понятно, что если ты будешь себя сравнивать, всегда будет какой-нибудь мудак, у которого Роллс Ройс, блядь, не чёрный, сука, а золотой. Ну, что такое? Жизнь говно. И они будут всегда, чувак, если ты будешь каким-нибудь миллиардером в списке Forbes, обязательно найдётся какой-то хуй, у которого на 100 миллиардов больше, чем у тебя, и это что, повергнет тебя в депрессию? То есть сравниваешь себя с собой вчерашним, что вот там, два года назад я этого не мог, сейчас я хотя бы могу с девками знакомиться. И пишешь большим красивым почерком, за что ты себя любишь, почему ты крутой, вешаешь у себя перед кроватью, и ты каждое утро встаёшь, смотришь, блядь, да, и дописываешь туда что-то ещё. Цель такая, чтобы там это прибавлялось, чувак. Ну, не знаю, попробуй начать с этого. Не, ну, спасибо, совет, конечно, денег будет, надо пробовать. Короче, у нас уже нет времени. Ну, да. Ну, самое интересное, что вроде на словах легко перестань париться из-за этого вопроса, да, но на деле я понимаю, что это вообще печалька, потому что я сам из бедной семьи, но, как бы, хотя бы зная, что с этим делать, ты уже встал на верный путь, как бы, возможно, через какое-то время ты перестанешь париться. А когда ты будешь одновременно встречаться с тремя девками из вот таких вот там высших обществ и семей, и они будут тебе звонить, там, не знаю, там, дарить тебе на день рождения, там, ты ей, блядь, розочку, а она тебе, там, не знаю, что-нибудь, там, какую-нибудь неведомую драгоценную хуйню, там, или что-то, блин. И ты реально расслабишься, поймешь, что как бы дело не в деньгах, а в том, что я крутой чувак. То есть проблема мужчин в том, особенно в взрослых состоятелях и в Москве, что они изначально пытаются подкупить внимание девки, заинтересовать своими ресурсами. У меня айфон, блядь, я вообще поход делал, приехав в ваш город, могу себя считать олигархом. Кстати, у меня еще и пятый вон там валяются, чувак, я тебе только никому не говорю, я вообще этот мега олигарх, только тихо, а то меня налоговый загребет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!